В конкурсе этого года приняли участие 30 педагогов школ всех городов и районов области. Базой для проведения регионального этапа стала 22-я школа областного центра, где участники прошли несколько конкурсных туров, представили свой индивидуальный педагогический опыт в формате внеурочного занятия, открытого урока и мастер-класса. В рамках конкурсного испытания «Вопрос учителю года» конкурсанты ответили на вопросы жюри и детских пресс-центров. По инициативе главы области Максима Егорова в прошлом году были увеличены гранты для победителей регионального конкурса. Так, тройка лучших получает сертификаты номиналом 100, 300 и 500 тысяч рублей. Это и праздник знаний, и состязание представителей профессионального сообщества из разных уголков нашей области. И возможность для вас, его участников, подняться на новую ступень в понимание своей очень важной и высокой миссии. Самый волнующий момент. В руках главы региона Максима Егорова конверт с именем абсолютного победителя. Максим Борисович, просим вас назвать имя абсолютного победителя 33-го регионального этапа конкурса «Учитель года России». Андрей Жигульский – учитель истории и общества знания. Мужчина работает в школе больше 10 лет и на конкурсе представлял Тамбовский лице номер 29. Теперь ему предстоит защищать честь Тамбовщины на финале всероссийского конкурса. Конкуренция была очень серьезная во время этого конкурса. Поэтому я рад, что, конечно, комиссия делала в мою сторону выбор, чтобы я дальше представлял регион. Но, естественно, конечно же, в летний сезон я буду стараться готовиться, чтобы в сентябре, в октябре на федеральные уровни Тамбовский область предоставить достойным. Финал конкурса «Учитель года России-2023» пройдет в Подмосковье, где живет и работает победитель прошлого года этого конкурса. Финал пройдет в сроки с 20 сентября по 5 октября. Павел Юрасов, Николай Иванов, Ольга Кириллова, Область новостей.